всем привет я алиса драко и сегодня мы поговорим с психологом о школьных конфликтах здравствуйте наталья николаевна здравствуй алиса скажи пожалуйста какие у тебя слова возникают как ассоциации к слову конфликт ну наверное самого начала это какой-то спор который возникает между людьми возникает он из-за несогласия с чем-то и возможно в некоторых случаях это может привести к драке бывает драка в школе например на мальчишки такие драчу бывают так а какие эмоции человек испытывает злость что еще может быть ненависть может быть даже есть смотри они все отрицательные верно любой конфликт который бывает он сопряжен с отрицательными эмоциями у человека существует такая эмоционально-волевая сфера а поскольку конфликт сопряжен с эмоциями то в первую очередь мы говорим о том что в конфликте нам нужно что делать уметь со своими эмоциями совладать потому что в противном случае мы нанесем вред не только своему там противнику или собеседнику но и самому себе основная задача сохранить в таком сохранном состоянии максимально для себя свое психическое здоровье это кувшин наших эмоций ты можешь себе представить что он пустой что здесь вообще ничего нет пустой от хоть что-то будет правда какие здесь могут быть эмоции хорошие например какие-то радость радость удовольствие это восхищение наслаждение наслаждение смотри у нас есть масса поводов когда мы испытываем такие эмоции но может такое случится что этот кувшин переполняется и переполняется он как правило отрицательными эмоциями вот теми которые ты только что озвучивала и как правило этот вот выход выплеск он сопряжен с какой-то вербальной агрессии два сейчас вместе подумаем поскольку мы говорим о школьных конфликтах какие бывают в школе конфликты между кем и кем например учитель ученик бывает да бывает но чаще наверное ученик 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 бывает поверь мне бывает даже учитель учитель на такое тоже бывает и даже учитель администратор все в жизни бывает самое важное найти тот способ выхода из конфликта который будет наиболее социально приемлем не нанесет вреда ни одной стороне не второй давай ты вспомнишь своих самых любимых учителей и подумаешь какими они навыками обладают сейчас такое современное новое слово soft skills может быть ты слышала да или какими качествами они обладают это справедливость также это спокойствие которое должен сохранять учитель и конечно коммуникабельность потому что важно найти подход к ребенку чтобы он получал только удовольствие в школе а учителю очень полезно чтобы у него тоже были положительные эмоции до ученики могут этому способствовать конечно конечно вот смотри это такой взаимовыгодный обмен когда учитель привносит что-то хорошее положительное в свой класс и ученики в свою очередь дают когда такой получается взаимный обмен я предлагаю тебе посмотреть вот на такое исследование я проводила здесь в институте вместе с педагогами ты знаешь что такое облако слов мы пытались понять какими современными и новыми качествами перед вами должен обладать педагог смотри самое крупное слово видишь это слово коммуникабельный это умение общаться налаживать контакты поддерживать эти контакты и одна из составляющих коммуникабельности это умение идти на компромисс в конфликтных ситуациях как ты думаешь самый полезный навык с точки зрения профилактики конфликтов это что очень разговор разговор конечно же потому что нам сложно найти общие точки соприкосновения до тех пор пока мы не начнем разговаривать вот когда мы начнем разговаривать и высказывать друг другу свои позиции обсуждать у нас есть шанс что мы придем к какому-то выводу еще очень важная позиция нужно избавиться от тех отрицательных эмоций которые у нас есть и здесь каждый найдет свой способ для тебя самый важный и полезный навык в конфликте наверное сохранять спокойствие и учитывать точку зрения моего оппонента а не просто оскорблять человека буквально ни за что здорово сохранять спокойствие это значит ты не даешь вот этим эмоциям выплескиваться из своего кувшина может быть ты слышала такое слово медиация нет значит сейчас в школах существуют службы школьной медиации это обученные люди которые помогают разрешать конфликты с помощью специальных инструментов упражнений они здорово этим владеют и они могут подсказать если ученик и учитель например не могут найти общего языка а такое тоже бывает то конечно же на помощь и может прийти медиатор не только в том случае если и одна сторона и вторая будут понимать что конфликт есть из него нужно выходить я тебе желаю чтобы в твоей школьной жизни было как можно меньше конфликтов и ты училась находить из них тот способ который не травмирует тех с кем ты конфликтуешь спасибо без конфликтов тоже не бывает спасибо удачи хорошего дня спасибо